Мамы всех маленьких детей каждый день сталкиваются с результатами творчества своих малышей, отскребая пластилин от столов, пола, ковров и окон. Первой все это делать пришлось маме одной маленькой девочки, которая была внучка Клео Маквикера, производившего чистящие средства для обоев. Девочка решила, что это подходящие средства для воплощения ее творческих идей. Смышленная девочка предложила поиграть своему деду средством для очистки обоев от угольной пыли. Из него удалили вредные компоненты, добавили красители и миндальное масло. Так появился первый пластилин. Ученые доказали, пластилин активизирует работу центральной нервной системы, улучшая работу головного мозга. Занимаясь лепкой, малыш не только развивает воображение, творческие способности, но и мышление, память, речевые навыки. Этому помогает мелкая моторика. Кроме пластилина дети придумали много полезных и интересных вещей. Снегоход, например, изобрел 15-летний канадец. Школьник из Америки на год старше, который очень любил прыгать, мастерил первый батут. То, что мороженый и фруктовый лед начнут раскупать по всему миру, в свое время догадался 11-летний школьник. Хотя он, может быть, об этом и не думал, просто вкусно получилось. Самым маленьким изобретателем называют ребенка, который в 6 лет сконструировал игрушечный грузовик с откидным кузовом. Воспитанники детского сада Виктории еще не изобретатели, но уже фантазируют. Я бы изобрела крылья человеку, чтобы он мог летать. Я бы хотела стать сильнее. Машина времени. Вернуться во времени. Все исправить. Я бы хотел изобрести машину, которая бы могла столовиться на капот и копать. Я изобрела самолет, который мог летать и возить в дома. Чтобы самолет нас возил, а мы селили дома и смотрели, какие звезды бывают. Я бы села робокуклу. Она бы за меня всю работу дернула. Какое? Читала мне книжку. Перчатки без пальцев, меховые наушники, шрифт Брайля, магнитные обои. Еще десятки изобретений принадлежат детям. У них не было ни специального образования, ни научных лабораторий, ни штата сотрудников. Но у них было что-то более важное. Фантазия Вера в то, что все возможно, стоит только захотеть.